Привет! Сегодня хочу вашему вниманию предложить вместе со мной приготовить рулет. Нам потребуется вот такое тонкое сало, нестандартное, скажем, в каждом магазине, наверное, оно есть. А может быть, даже и у кого-то и в хозяйстве есть такое тонкое нестандартное сало. Вот, это был один такой небольшой кусочек. Я его разделила на две равноценные половинки. Также нам потребуется морковь и приправа. Здесь я взяла две столовые ложки соли и одна столовая ложка приправы для свинины. Так, и с чего мы начнем? Первое, с чего мы начнем, это нам нужно будет разрезать на такие вот полосочки нашу вот эту свинину. Приблизительно полосочки шириной сантиметр-полтора, как получается. Вот, но мы не прорезаем шкурку. Шкурка должна у нас остаться, видите, целенькая с этой стороны. Все оно целенькое. И теперь точно так же мы проделываем вот поперек. Вот так. Таким образом мы будем разрезать и вторую нашу половинку. Все. Ну что же, вот так вот это все у меня выглядит получилось. Один кусочек, второй кусочек. И сейчас я вот мою приправу, которую я вам говорила, приготовила, начинаю посыпать. Посыпаем. Сначала мы ватрем хорошенько это все с вот этой стороны. А затем так же мы еще протрем хорошенечко со стороны кожи. Здесь можно вот так немножко пораскрывать. Туда тоже, чтобы все попало. Вот таким вот образом. Все это мы натираем. Так же приправы вы можете брать любые. Можете взять просто черный перец молотый. Можете смесь перцев. То есть приправы могут быть буквально любые на ваш вкус. Вот. Поэтому все это зависит только от вас. И сейчас будем натирать, тоже втирать вот так вот хорошенечко. Так. И вот со стороны кожи. Я думаю, достаточно будет вот так вот. Так. Сейчас мы это немножко уберем в сторонку. Так. И эту вот у нас морковь, которую мы приготовили, я ее тоже буду вот так немного, я ее разрежу. Так. На половинке. И сейчас я еще и разрежу, нарежу ее на тонкие, ну как можно тоньше полосочки. Тоненькие. Ну вот так вот как-то у меня получилось. Ну и сейчас скажу, что на одном из каналов кулинарных я видела, что морковь немножко присаливают. Потому что она, ну сама по себе, да, она же сладкая. Вы знаете, и я решила, я никогда этого раньше не делала. Но сегодня я тоже решила в наш вот рулет немножко так вот как бы присолить, приправить, да, нашей вот этой вот приправкой, которую я, которой я натирала сало, грудинку. Вот. Я добавлю вот эту вот приправку еще и сюда. Перемешаю вот так вот нашу морковь. Вот таким образом, в общем-то, мы поступаем с этим всем. И сейчас, смотрите, нам нужно будет вот в эти разрезики мы вкладываем морковь. Сейчас будем с вами вот таким образом будем вкладывать морковь. Где-то что-то потоньше, где-то что-то потолще получается. Но это ничего страшного. Все это у нас не брак. Все хорошо. Все будет очень даже вкусно, аппетитно. И будем с вами готовить еще не один такой рулет вкусный. Так, ну что же, точно таким же образом мы, значит, сама начиняем, наполняем нашу вторую половиночку. Мы будем накладывать одну нашу половинку, рули, сама грудинки на вторую. Вот таким образом. Вот такая книжечка получилась. И сейчас у меня есть, берем обычные какие-нибудь, можно необычные, крепкую синтетическую нить. Я, значит, отмеряю и будем перекручивать все это, хорошенько фиксировать две наши половинки. Конечно же, честно говоря, прибегла к помощи, попросила у мужа, чтобы он покрепче его смог связать. И сейчас берем рукав для запекания, я взяла, и будем, значит, я с одной стороны вот немножко уже начала, аккуратненько нужно разорвать его, да, вдоль. И начинаем хорошенько укручивать. Вернула в рукав для запекания хорошенечко, и также наверх обтянула все нитками, хорошенечко тоже опять же все скрепив. И теперь мы отправляем наш рулет, для того, чтобы он пропитался хорошенечко, минимум на 4 часа в холодильник, ну, а лучше, конечно же, на ночь. Ну что же, рулет у меня подлежал в холодильнике более 12 часов. Вот, сейчас я в кастрюльку набрала холодную воду, положила рулет и отправляем на огонь. В воду мы ничего не добавляем. Единственное, что при кипении, если вдруг будет очень сильно выкипать вода, то потихонечку будем немножко добавлять воду. А так ставим на огонь. После закипания приблизительно рулет должен вариться часа 3-4. Но, так как он всплывает, рулет, видите, он не опускается на дно, а всплывает периодически, каждые примерно полчасика, ну, примерно так, нужно его переворачивать на другую сторону, чтобы он хорошенечко, конечно же... Наш рулетик поварился 4 часа. Смотрите, жидкость ничего сильно не вытекала. Очень много жидкости там внутри осталось. Сейчас я выложила вот в тарелочку, да, в мисочку такую, чтобы он, в принципе, так плотненько лежал, да, чтобы он сильно никуда не шатался. И сейчас накрою вот сверху тарелочкой, она будет плотно прилегать к нашему рулету. И наверх поставлю 2-х литровую кастрюльку с водичкой. И вынесу на балкон на ночь, чтобы оно хорошенько скрепилось еще. Вот. Ну, не обязательно выносить, конечно же, это на балкон наш рулет. Можно по возможности даже поставить и в холодильник. Полностью из нашей этой оболочки всей. Убрала все ниточки. И сейчас давайте вместе с вами мы его разрежем. Он такой получился желтенький, потому что, как вы знаете, добавляли ему желтенькую приправу, да, она была такая желтоватая. Ну, вот в разрезе получилось как-то вот так, вот таким вот образом. И его, конечно же, очень удобно. Оно очень мягкое, очень такое сочное. Все очень хорошо нарезается, плотненько держится. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайки, пишите комментарии, готовите ли вы такие рулеты. И всем пока-пока, до новых встреч!